У них случился оральный секс. Она вышла, покурила и снова зашла, и у них случился оральный секс. Есть ли в деле, насколько вам известно, какие-либо доказательства изнасилования, кроме слов потерпевшей? Нет. Нет. Теоретически любой человек может изменить. Обвинение не может строиться только на одних показаниях потерпевшей. Грозит от 6 лет до 10. От 6 до 10. Я понимаю, что она борется за свою семью. Вы простили своего мужа? Честно, нет. Эта программа «Все говорят об этом». История. Мужчину обвиняют в изнасиловании. Его жена утверждает, что секс с другой женщиной был, но по обоюдному согласию. И она защищает мужа, который ей изменил. Сейчас будем разбираться. Анатолий стал свидетелем конфликта между мужчиной и женщиной. Заступился за даму, а после пригласил ее в гости. Близость, по словам Анатолия, случилась по взаимному согласию. Но к его удивлению, дама обратилась в полицию, уверяя, что пошла на интим вынужденно, под угрозами. Помимо изнасилования, Анатолия обвиняют в избиении. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Но супруга Светлана уверена, побои – дело рук вспыльчивого мужа пострадавшей. Да и изнасилования не было. Анатолий не такой человек. Желая очистить репутацию супруга, Светлана обратилась в прокуратуру и в следственный комитет. Светлана Благодатных, жена Анатолия, у меня в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ваш муж вам изменил, но вы его защищаете. Почему? Ну, потому что в ходе следствия с 12-го числа было, ну, мной очень много узнано, написано очень много жалоб в следственный комитет, в прокуратуру Орджоникидзевского района, на имя Бастрыкина, на имя президента Российской Федерации. И до сих пор не на одну жалобу мне толком не ответили. Вы простили своего мужа? Честно, нет. Но почему же тогда вы его защищаете, причем очень активно? Я его защищаю, потому что как такового контакта у них не было. В ходе очной ставки с Лидией, Лидия сама призналась, что у них был оральный секс, она вышла, покурила, у них случился снова оральный секс. Я считаю, что старший следователь Тарбыкина Орджоникидзевского района просто сфабриковала это дело. И через полгода на меня заводит 309 статью УК РФ, где женщина, потерпевшая Лидия, только вы... Она пишет, что я 12 марта ей угрожала, а 15 июня она пишет на меня заявление. Потерпевшая сразу написала заявление в полицию? На Анатолия, да. Почему она это сделала, по-вашему, если не было насилия? Ну, я считаю, что данного человека проплатила мама Анатолия, которая проживает в Германии. Мама Анатолия захотела посадить вашего мужа в Крему? Да, в связи с тем, что мы выиграли гражданское дело, где следователь Тарбыкина Екатерина Константиновна Орджоникидзевского района выдала документы в гражданский суд из уголовного дела в ходе следственных действий, хотя она этого не имела права делать. Но зачем матери сажать своего сына в тюрьму? Потому что с 14 лет мама выгнала моего мужа Анатолия, и он жил в подвале под собственной квартирой. Вот такие у них отношения. То есть вы считаете, что пострадавшая она была нанята специально для этого? Да, я сейчас в ходе прошествия времени все обстоятельства сравнив, и где старший брат Анатолия в ходе судебного заседания 15 августа вместе с представителем мамы Мурги подтверждает о том, что документы были отданы следователям Тарбыкина Екатерина Константиновна Орджоникидзевского района, и где брат Анатолия, Леонид, прописывает в WhatsApp, что они заплатили деньги. Да, я считаю, что это так. Не могла следователь отдать из уголовного дела в ходе следствия третьему лицу документы. Есть ли в деле, насколько вам известно, какие-либо доказательства изнасилования, кроме слов потерпевшей? Нет, нет. Даже все экспертизы, которые там есть в уголовном деле о ее побоях, 14-15 дней побоя у данной женщины и 3-5 дней давности к той дате, к 11 марта, они вообще не подходят. То есть она была бита собственным супругом, сейчас, получается, мой муж будет отвечать из-за побоя того, что ее бил, ну, ее муж. А муж, что ее побил, потому что она с другим мужчиной перестала? Ну, я так поняла, да. Вы в первой инстанции сейчас? Ну, сейчас мы в Роджинькидзовском суде, завтра будет четвертое заседание. А если ваш муж не виноват, то я искренне желаю ему остаться на свободе? Я тоже очень этого желаю. Это, во-первых. А во-вторых, но вы его не простили? Я делаю это. У нас трое мальчишек. Трое сыновей на двоих. Наш средний сын собирается учиться в МЧС. Младший сын подрастает. Я очень хочу, чтобы, ну, как бы, будущее детей не портилось. Это такая статья. Их больше никуда не возьмут учиться вообще абсолютно. Вы разведетесь со своим мужем, если все получится хорошо, и он окажется на свободе? Если мне муж, хотя он извиняется постоянно передо мной, он, ну, никогда такого не было у нас. Мы 11 лет проживаем с супругом этой ситуации в первый раз. Я понимаю, что это сделала его мама вместе со следователем Роджинькидзовского района. Я постараюсь очень его простить сильно, да. Я забуду это, как страшный сон. Вот как эту историю прокомментировали в соцсетях УТВ и Четвертого канала. Очевидно же, что она сама прыгнула в кровать. А чтобы перед своим мужем как-то оправдаться, сказала, что ее силой взяли. Неважно, в каком состоянии была женщина, и сама ли она пришла к мужчине. Это не дает ему права к ней прикасаться. Скорее всего, она хочет бабки срубить с него. Может, она так зарабатывает на жизнь. Пусть сидит, врет он все. Новые гости. Елена Калкан, психолог, и Динара Березина, сексолог, автор книги «Секс – это здорово». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Динара, здравствуйте. В этот раз секс был не очень здоровым. Вопрос психологу и сексологу. Где проходит граница между изнасилованием, ну, что называется, обычным сексом? Ситуация, когда мужчина воспринимает происходящее как норму, а женщина может это воспринять как насилие. Конечно, мы не говорим об угрозах, мы не говорим о побоях. Побоев нет, угроз нет. Мужчина думает, что все нормально. Женщина пишет заявление в полицию. Почему такое происходит? И может ли такое быть, когда не было насилия, но на самом деле оно было? Вообще нормально все, что происходит между двумя людьми за закрытой дверью по обоюдному согласию. Три правила. Все остальное можно считать не совсем нормальным. Я думаю, что корень этой проблемы идет от отсутствия полового воспитания в нашей стране, может быть, в каких-то других странах, потому что мы друг друга не понимаем, когда говорим да или нет. Вот, наверное, начинать следует с этого. Вот то самое, если девушка говорит нет, это на самом деле означает да? Мне такое на самом деле говорили в свое время в подворотне мальчики. Мы говорили, потому что где мы учимся понимать друг друга? В подворотне. В подворотне нам расскажут об этом друзья, а должны рассказывать профессионалы. В какой ситуации женщина может воспринимать происходящее как насилие, при том, что мужчина не воспринимает это как насилие? Когда нарушаются границы ее тела, границы дозволенного. Причем это ведь может происходить не только в физическом плане, но и в эмоциональном. Сексуальное насилие – это обязательная угроза? Насилие, если это не игра по обоюдному согласию, то это угроза. Почему люди изменяют друг другу? Это очень сложный вопрос, потому что измена – это такой сложный психологический феномен. И измена – это всегда проблема семьи, это не проблема одного человека. То есть люди, как правило, не изменяют без причины. Причина либо в родительской семье, когда человека не научили строить отношения, не научили делать выбор, не объяснили, что такое брак, либо причина в семье в текущей, где чего-то не хватает, что человек ищет на стороне. Яна, почему люди друг другу изменяют? В глобальном смысле, потому что в человеческой природе вообще не существует моногамия. То есть теоретически любой человек может изменить. Но практически каждый выбирает, делать это или нет. И я согласна с Динарой, как она сказала, что проблема, естественно, в семье. То есть не только в семье как таковой. Нет такого, что кто-то виноват, поэтому другой пошел изменять. Проблема в том, что нет коммуникации нормальной. Людей не учат в школе говорить о своих чувствах. И вот вы спрашивали, почему женщина может воспринимать обычный, казалось бы, половой контакт, как насилие. Иногда она может его воспринимать таковым, потому что она не может сказать, что она не хочет. Она не может сказать нет. Может ли в том случае, с которого мы начали, что было в научной ставке? Еще раз повторите. В научной ставке она сказала, у них случился оральный секс. Она вышла, покурила и снова зашла, у них случился оральный секс. Как? О чем мы можем здесь говорить? Можно ли о чем-то здесь сказать? Может ли эта ситуация расприниматься как насилие? Или с точки зрения мужчины точно не насилие? О сексуальной распущенности мы можем говорить как этого мужчины, так и этой женщины. Потому что они не знакомы, у них случился какой-то контакт. Жена считает, что это не секс, хотя это секс. Нет, я считаю, что это секс оральный. Это секс. Но не насилие? Но не насилие. То есть, если бы у нее было бы насилие, там находились в соседней комнате люди, вот я, да, я бы кричала, я бы орала. Ну, если бы не было бы, да, как она говорит, в силу своего характера, я могла бы сделать, ну, скандал. Почему ты не сделала? Тебе 40 лет. Елена, это похоже с вашей точки зрения на насилие этой ситуации? Если это был оральный секс и не было никаких криков, и она сама это сделала, ну, конечно, нет. Вот. И она это подтверждает на очной ставке, но, к сожалению, этой очной ставки сейчас нет в данном уголовном деле. Тора Букинова убрала его. Как сейчас? Я не знаю доказать все это. Почему Анатолий изменил Светлане? Это вопрос всей сегодняшней передачи, наверное. Но причин может быть очень много. Отсутствие нормальной коммуникации. Невозможность сказать о своих потребностях. Невозможность сказать о своих сексуальных желаниях. Это, кстати, очень частая беда, потому что, я не знаю, как сейчас в школах, но нет, да, у нас сексуального воспитания какого-то? Нет. То есть ко мне приходят клиентки 20-летние, 30-летние, которые не знают, что такое норма, что такое не норма, что можно, что нельзя. И почему это происходит? В семье их не научили, не объяснили, в школе этому не учат. И, естественно, мы сталкиваемся с тем, что мужчина может вместо того, чтобы выяснить проблему, пойти изменить. Женщина тоже. Динара, почему Анатолий, по-вашему, изменил, Светлана? Я не могу сказать, почему Анатолий все-таки совершил. Может быть, это было что-то импульсивное. Но все-таки, когда мы говорим о браке, понимаете, нас вот окружает огромное количество каких-то интересных, приятных людей. Но когда мы находимся в отношениях, Евгений, мы учимся делать выбор. И выбор этот делаем мы каждый день в пользу своего партнера. Поэтому оправдывать поведение вашего супруга, к сожалению, да, я не могу. Светлана, а как вы сами это объясняете? Я понимаю, что это тяжело, но я должен об этом спросить. Я считаю, что мой муж просто жиру бесится. На тот момент жиру сбесился. Есть определенные моменты в жизни. Ну, чего мы достигли по прошествии 11 лет? Ну, там, мы купили квартиру, мы купили машину. Ну, он состоялся, он действительно состоялся. Я ему очень многому научила, я сама встала. Мы 10 лет прожили в прошлом году, в августе мы поженились. Надели обручальные кольца. Вот. И когда дом полная чаша, ну, вот я так считаю. Есть такая очень хорошая поговорка. Русский, когда богатеет, он строит второй дом. Когда татарин богатеет, он берет вторую жену. Вот так я могу это сравнить. Мы сегодня говорим об истории, когда мужчину обвиняют в изнасиловании, а его жена защищает мужа. Она утверждает, что секс с другой женщиной был, но изнасилования не было. Новые гости с ними мы будем говорить, как доказывают факт насилия. Дмитрий Ушаков и Ярослав Кузвезов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте, присаживайтесь. Так вот, каким образом следствие доказывает факт изнасилования? Раз, два, три. Нужно понимать, что кроме необходимости доказать события, само деяние, нужно доказывать обстоятельства, при которых совершалось преступление. Нужно рассматривать место, способ, время, при котором совершалось данное преступление. Необходимо понимать, что обвинение не может строиться только на одних показаниях потерпевшей, поскольку у следствия не стоит задачи брать показания одного человека и на основании них ломать об колено судьбу обвиняемому, подозреваемому. Обвинение всегда строится в том числе на показаниях свидетелей, очевидцев, которые видели события, предшествующие преступлению, видели события, которые последующие за преступлением. Отражается поведение самой потерпевшей, ее состояние здоровья, состояние ее внутренних органов, половых органов в том числе. То есть проводятся соответствующие исследования и экспертизы. Именно на основании их следствие может более-менее аргументированно ходатайствовать перед прокурором о подписании обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд. Дмитрий, я читал, по крайней мере, не зная обстоятельств тех дел, но я читал о делах, когда, как говорят, только есть слова женщины как доказательства, и мужчина садится в тюрьму. Ну я вот не соглашусь с коллегой. На самом-то деле... Такое бывает на самом деле? Изнасилование это преступление, которое характеризуется тем, что не совершается оно публично, не совершается оно в общественном месте и так далее. Чаще всего это либо бытовые изнасилования, там компания молодых людей удалилась, либо вот там семейная пара пилась, либо малознакомые люди пили-пили, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения, перестают себя контролировать, да, как бы, ну это обычная бытовая ситуация. И, по сути дела, к моменту, когда все случилось, что называется, к женщине применено насилие, это же не обязательно он ее бил. Он ее мог запугать, он, может быть, ее крупнее, мог ее принудить, и телесные повреждения, если... Но это считается насилием. Это считается насилием. То есть у нас, вопреки ее мнениям, и муж может изнасиловать жену. То есть наличие брака, это не значит, что женщина обязана с мужчиной вступать в половую связь. Хотя не могли до этого, там, 20 лет успешно вступать в половую связь, а если тут, оп, и как бы она не хочет, он применяет или насилие, или бьет ее, или там использует те виды половых актов, которые она не желает, против ее воли насилуют ее, фактически, заявления, и такие дела расследуются, и направляются в суд. Но надо понимать, что... То, что вы сказали вначале, если это происходит где-то, без посторонних глаз, и нет очевидных каких-то доказательств в виде повреждений, то как можно доказать факт изнасилования, то, что секс был недобровольный со стороны женщины. Ну, вот тут как раз начинается, что называется, работа защиты и следствия. То есть мы смотрим на то, через какое время женщина обратилась. Одно дело, вот женщину, допустим, избили, вступили в половую связь, и она тут же незамедлительно ночью обращается в органы. Ну, в данном случае это было незамедлительно. Это было через 2 часа, как она ушла, как она ушла из этой квартиры. При этом в этой квартире, в другой комнате, находилось 2 взрослых человека, которые также на действия следователя писали в прокуратуру о том, что она им угрожала, их опять никто не слышит. Ну, вот я о чем говорю, но даже здесь. Они находятся в уединенной комнате, грубо говоря, через 2 часа. Она может вполне бояться и всех. Она же может выйти. 2 часа – это достаточно короткий период времени для обращения в наши правоохранительные органы. Пока ты придешь в пилицию, объяснишь, пока они тебя попытаются убедить, что ничего не случилось, пока ты объяснишь, что ты серьезно настроен, пока приедет в следственный комитет, а как раз где-то 2 часа до написания заявления уходит. Нет, 2 часа после того, как она ушла из этой квартиры. Это достаточно короткий срок. Она дошла до магазина. Ну, Светлана, если она воспринимала это как насилие, то 2 часа прийти в себя и решить писать заявление. Не все пишут заявление об изнасиловании. Да, загвоздка в данном уголовном деле состоит, что в течение 2 часов кто-то эту женщину побил. Она, придя в магазин, говорит, что побил ее муж. Где муж в интервью журналистам говорит, что она пришла домой, а потом они пошли в магазин. Почему? Когда я попросила следователя, вернее, супруг просил ходатайства следователя удовлетворить, там находилось 14 камер, и нам просто отказали в следственном комитете. Я еще добавлю, если хотите. Смотрите, это преступление с самой высокой латентностью, самые скрытые преступления. Женщине, вот в нашем обществе, вы сами говорите, дети, если узнают, как у человека, который обвинен в изнасиловании, так и у женщины, которая была изнасилована, у нее большие социальные проблемы. Об этом преступлении не расскажешь никому, ни подружкам, ни коллегам. Ты никуда с этим не пойдешь. Ты будешь в любом случае общественно порицаем. Поэтому, ну, женщине, чтобы прийти в отдел полиции и рассказать о том, что сейчас в отношении нее такие вещи были совершены. Насколько ущемлены права мужчин в делах об изнасиловании, я спрошу у лидера движения 40-40 Андрея Кормухина. Главное, наверное, традиционалиста России. Давайте мы будем говорить на самом деле о том, что вот все подобные дела, они связаны с тем, что за последние сто лет институт семьи в нашем государстве подвергался дискриминации и дискредитации. Это привело к тому, что зачастую мужчины уходят из семьи. У нас, я напомню, одна треть семей в государстве неполные, да? Либо изменяют своим женам, или жены изменяют мужьям. Но вот эта тенденция во всем обвинять мужчину, она как бы пришла к нам не изнутри, она пришла извне. То есть мы с вами наблюдаем, как зачастую люди получают реальные сроки, когда какая-то женщина спустя много-много лет заявляет, я имею в виду в Америке, в Европе, обвиняет мужчину, что он к ней даже не то, что проявил какие-то действия реальные, а просто проявлял к ней интерес, приставал к ней условно, проявлял свой сексизм. Поэтому это как бы мировая тенденция, рассчитанная на то, что нужно, я так образно скажу, монетизировать развал семьи, монетизировать, еще дальше его усугубить и превратить союз мужчины и женщины, как у нас в Конституции, слава богу, сейчас прописали, в союз двух индивидуумов, которые должны не любить друг друга и создавать единое пространство, единое тело, а ненавидеть друг друга, как индивидуалисты, как эгоисты. И вот это вот измены, они как раз с этим связаны. Андрей Борисович, как вы оцениваете позицию Светланы, жены обвиняемого, которая защищает своего мужа, несмотря на его измены? Я ее расцениваю, как вполне естественная женщина, хочет сохранить семью. Я вполне допускаю, что муж попросил прощения у своей супруги, раскаялся. Понимаете, дело в том, что не всегда в грехе прелюбодействия и измена, так скажем, виновата одна сторона. Я не думаю, что Анатолий просто так пошел там с этой девушкой, переспал или, как она утверждает, изнасиловал. Наверное, девушка себя вела соответственно и дала для этого повод. Давайте сейчас узнаем, сколько по статистике бывает ложных заявлений об изнасиловании. Число случаев сексуального насилия в России постоянно снижается. По данным правоохранителей, в 2000 году совершено почти 8 тысяч таких преступлений. В 2005-м – более 9 тысяч, и это исторический максимум. За 7 месяцев 2023 года в МВД зарегистрирован 1901 случай. Но по данным благотворительного центра помощи, пережившим сексуальное насилие, сестры, только 17% жертв такого рода преступлений заявляют о случившемся. Доля ложных обвинений в сексуальном насилии – от 2 до 8%. Столько же ложных заявлений подают и о других преступлениях. Ярослав, насколько можно судить по тому, что вы услышали? Что вы можете сказать о деле этом? Ну, поскольку процессуальный контроль за данным уголовным делом… Я понимаю, что вы говорите о коллегах, и я понимаю, что вы находитесь в такой щекотливой ситуации. Не осуществлял процессуальный контроль за расследованием данного уголовного дела, не разрешал жалобы и не знаком с материалами. Но вместе с тем есть надзирающий орган, такой как прокуратура, есть вышестоящий следственный орган следственного управления. И еще раз повторяю, есть принцип уголовного законодательства – свобода оценки доказательств, согласно которому судья, прокурор, следователь, присяжные заседатели свободны оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и собственной совестью. И ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы. Соответственно, говорить о том, что очная ставка, допрос потерпевший, проверка показаний с частью потерпевшей, ее освидетельствование, и вообще все, что касается потерпевшей, это происходит от одного лица, и мы не можем этому доверять, поскольку это говорит только она, и у нас есть слово на слово. Мы в таких случаях всегда должны опираться на характеристику личности потерпевшей, подозреваемого, и еще раз повторяю, на обстоятельства, при которых было совершено то или иное деяние. То есть накапливать определенную критическую массу доказательств, пусть и косвенных каждой самой отдельности, но вместе дающих картину. Дмитрий, насколько, по-вашему, есть шанс освободиться у Анатолия? Ну, на самом-то деле, у нас все время рассказывается, вот следователь, следователь, там, следователь плохой, следователь хороший. На самом деле, следователь, но исполнитель. Он направляет хоть расследование из того, что есть, а, собственно говоря, основная борьба, основная стезя придется на суд. Как раз-таки здесь могут эти свидетели, которые якобы слышали или якобы не слышали, прийти очно перед судом, каждый из сторон может задать вопросы, ну и как бы будет выяснено, вообще, реально, правду не говорят. Если там следователь абсолютно даже плохой, что-то там написал в протоколе, запугал. По вашему ощущению, шансы есть? Что отпустят или что отпустят? Что отпустят? Ну, в любом деле есть шанс на успех, обязательно. Я вот считаю, что его не отпустят. Это ему сейчас с первой части переделание, на вторую ему грозит от шести лет до десяти. От шести до десяти. Нам по сорок лет. Как вы думаете, мне будет пятьдесят, когда выпустят моего мужа? Динара и Елена, если Анатолия освободят, Светлане его простить, потому что пока она все-таки его не простила? Думаю, мы не можем давать такие советы, да, в любом случае. Но то, что можно сказать точно, что любая семья имеет шанс, если ее сохранить, хотят оба супруга. А женщина может, в принципе, простить изменившего ей мужчину? Однозначно, да, и практика это показывает. Женщины прощают мужские измены. И более того, женщины и воспринимают мужскую измену иначе, не так, как воспринимает ее мужчина. Что посоветуете Светлане? Светлане я посоветую держаться сил. Я понимаю, что она борется за свою семью. Светлана, еще раз повторю, что если вы правы и ваш муж не совершал насильственных действий, то я желаю ему освободиться, а вам наладить с ним как-то совместную жизнь, если это возможно, если это получится. На этом все. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые программы. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой истории. Спасибо, что смотрели «Все говорят об этом». Смотрите еще. Все говорят об этом. Субтитры подогнали Симон.